и мы включаем с вами на 3 матч сегодняшнего вечера а ложки против команды а3 которому сегодня уже видео на ушах нет так давайте поглядим мы прован с вами сейчас тоже посмотрим что тоже нужно отметить у нас он тоже в принципе вроде из какой-то страны редкий гость но с другой стороны и типа частый вот и раз уж ребята вышли в лобби значит у нас есть время зайти еще в конфок ребятам и посмотреть что за мапы следующая будет следующая будет метро за кт будут играть 3 как-то я тогда не знаю даже а ушкам здесь нужно здесь и сейчас закрывать потому что на метро ну и самое приятное начинать за атаку но в любом случае мы пока что можно назвать этот вечер так сказать пристрелочным вечером к командам топ-4 прошлого сезона где мы смотрим насколько они вообще готовы к конкурентной борьбе с молодняком который прошли квалификации и первый этап я сейчас посмеялся это знаешь немножко мне ну вайбы какие дало это когда ты из младшей школы ну или знаешь с первой по пятой же типа младший там считается вот перешел уже типа в старший блок там где старшеклассники все такое там это не знаю ты седьмой восьмой девятый класс ты говоришь там молодняк вот так ну чё вы молодые там ну вот типа такого с какой-то стороны конечно но так как будто бы потому что ну есть ребята которые в туриках ну просто знаете как это конечно типа принято говорить там силе собаку там вот это все такое покупные но на самом деле там так как бы здесь если опыт есть опыт но объективно это так только к сожалению одним опытом здесь соперника не выиграешь поэтому мы будем смотреть что ребята нам приготовили насколько мне известно достаточно активно ребятки катали праки это я сейчас про командового икзе и собственно посмотрим что они на этих праках наготовили плюсом ко всему ребят здесь есть ну можно сказать что достаточно непривычная замена в составе к ним подключается лосс и собственно говоря посмотрим как команда будет чувствовать себя без томаса он же и таган смотрим за перемещением пока что в направлении зиги где есть контрагрессия для вейка ему здесь же удается найти минус может быть даже двоечку но фрит его достаточно быстро усмирил откинут смоук еще возможно перестрелка против склада где находится план откидываются еще гранаты коби занимает для себя колонны в ожидании соперника при открытии сковров но я полагаю что команда о икзе в считанные секунды может для себя перестроить свой выход в направлении а плента бету подбайтили достаточно неплохо атрибуцы сместили сюда аж троих своих игроков и под альфой остается всего лишь один пираж откидывается граната на миду находится еще вейзик который вполне может попробовать поработать один на один против пиража под а плентом но у него нет достоверной информации что там уже не осталось саппортов продолжение перемещения под б по крайней мере они пытаются щупать эту локацию не будем уже утверждать то что они будут ее финалить но время заставит их двигаться в любом случае вейзик открывается дальше через мид возможен контакт против пиража и вейзик проигрывает все таки эту дуэль так что остается только одно дожимать позиции беты и постараться сделать это как можно эффективней минус для рафаэля но тут же разменивается фрид с аук эйчбара и пытается дожать своего соперника на колоннах это же был план но фрида быстро быстро усмирили оставляя райда на одного против троих и к сожалению для него информация точнее локация его была скомпрометирована и три соперника уже были готовы просто лупить выход с ковров есть один ноль в пользу а3 ехали не смотрим там это чё сломал где-то на заднем фоне было слышно я б сказал но не скажу давай вот если ты запомнишь скажешь звук в начале игры я тебе потом отвечу ну может быть ладно но ты забудешь на я тоже забуду наверное но это если что смешнявка на самом деле да запиши скажешь а вот ну ладно не совсем так прям но скажешь так лосс смотрит и видел он плана конечно хотел там ухать и выцепить было бы очень неплохо на самом деле позиция здесь кажется ну типа ключевое как будто бы потому что оттуда можно перетяжку ловить не всяко самому тоже двигаться так ритейк пойдет ли сейчас пока в рам ну с темой это мидан нужно как-то организоваться и запрыгивать хэшку он свои бросал против коби он открылся и дал уверенную тычку в голову сейчас можно продвигаться вейк мало хп остатки доел ритейк вся оборона вроде как уж да да перемещается от пирожа летела хэшка в плент ну и должна наверно даже поспевать рафаэль два хороших минуса 16 п райден кинул хэшку и вызвал михалыча лопатыча выходи я вижу там томас в чатике скидывает плачущий смайлик такой да это я но там еще и джонни если что тоже там просто писали в чатике олд ауэкзе сердечко вот и тут джонни как раз пришел привет звено джей джей легендарные ребята ничего не скажешь безусловно пришли потопить за свой коллектив объективно команда ауэкзе это уже коллектив который не ограничивается наверное даже десятка игроков вот так вот если посчитать или как раз десятка и ограничивается ну да не не парочку они там больше ну вот я к тому и говорю но я просто решил чтобы не лишь кону типа на два стула усесться не все же тебе по двух сидеть хорошо хорошо 2-0 тем временем счет на табло и команда а3 уверенно идет пока что на старте этой карты но вот этот поджим от вейка под винтами был определенно опасным моментом но никак не сказать то что это можно было избежать мид не контролится абсолютно кто-то должен это был сделать и было принято решение что это будет именно вейк при перемещении на винты но после потери этого парня сюда уже врывается рафаэль который скорее всего попытается навести суеты и фрид быстро его усмирил вот эти вот какие-то соло действия аркадные в исполнении команды а3 мы все прекрасно понимаем то что есть игроки которые индивидуально крайне сильны у команды а3 они же экс команды атрибус но но есть ощущение что здесь за подобное будут штрафовать и штрафовать очень больно сначала один открылся под мид это же был вейк потом второй прилетел сюда же это был рафаэль и минус два игрока и вот уже не хватает ресурсов для того чтобы сдерживать натиск пятерки от команды атрибут о атрибут господи от командовой экзе и здесь ребята просто ворвались на позиции бумсайда они даже до плента не дошли просто расстреляли всех своих оппонентов следующий же раунд начинается с моментального размена ритейка на плана так а бяу забирать раз в зика и в конца я думал на хаешку попал в фрида ну что тот подходил слишком близко и в принципе там наверное должна плохая ударяться но такого не произошло или просто быстро вернулся окей лосс оставшись последним играл он против двоих смог забрать вейка и остался пираж который по себе информацию не полил но в принципе да лосс правильно смотрит что ну обычно опорники с альфы так и ходят через склад но пираж необычный опорник да не ну просто в этом раунде решил пойти иначе долго не завидев соперника ввоз поставить еще на этим смотришь жена типа куда куда уже пойдет но они же не видят да это такая темка но там еще тайминг свапа совпал 31 31 это правда команда 3 удерживает пока что лидирующие позиции для себя есть ощущение что команда арт оф экзекьюшн может определенно себе позволить сейчас сыграть от двоих ребят от ритейк и фрид парни определенно почувствовали свою игру пять и шесть фрагов сейчас у каждого из них и собственно говоря могут ли использовать именно вот этих двух ребят как открывашек так скажем для того чтобы вскрывать какие-то локации и и далее занимать уже бомбсайды мы еще с вами посмотрим но пока здесь аккуратный выход в направлении зиги и более того занимается контроль под медом возможно посмотрим что там происходит под альфой но фрида удается проскочить в дом и скорее всего фрид сможет использовать эту локацию как достаточно вкусную точку для того чтобы потрепать нервы опорником в частности и в направлении а плент о б плента возможно будет перемещение сейчас еще под бету откидывается граната коби принимает на себя лосса минус на ритейка есть еще и холпа для плана фрид врывается на склад закрывая плана подкидывает гранату райден вырубая коби а вот это вот уже и проблема для команды а3 2 в 2 ситуация за фонтаном не видно райдена фрид остается под окнами дома так что пираж здесь возможно получит очень и очень неприятный сюрприз райден успевает уйти под ковры но африд продолжает выжидать двоих игроков под домом они его все-таки заметили и фридосу не удается найти хотя бы минус дабы облегчить участь райдена но райден может быть сейчас сам себе поможет ему удается свапнуть еще здесь на дуалы у него есть небольшой арсенал на крыше подтягивает время уходит на ковры надо здесь находить для себя какой-то минус он пытался это сделать но по итогу пираж оказался сильнее рафаэль вместе с пиражом в тандеме сыграли определенно неплохо принося команде четвертый раунд на первой половине пока что все выглядит достаточно крушительно для команды ауэкзе 41 но это очень очень крепко крепуши на а3 но в предыдущий раз они расстрелялись предыдущем своем матче я просто смотрю да вот на пытаясь какие-то небольшие параллели проводить окей так молодцы дом тут пишет а с каких упора 120 можно да но опять же спасибо чатик что подсказываете и мы тоже вслух повторяем что такие правила на мировом на вером на мировом будут божечки и сусечки вот и поэтому здесь ребятки тренируются сюда правило тоже такие завезли и другой вопрос максимка ты что ли который мы не следа то друг поехали пираж бросил хаешку это должна под могилку падать вроде а там никого да да ну хочу как раз то упала вейк минус по войску нашел бросил еще хаешку мало кто там с цк пройдет что-то кого-то но при ты еще не так быстро пробегает он вот только сейчас вошел начинаешь смотреть под домиком чоково тут коби танцует и страх подступает потому что соперники рядом что-то кого-то сейчас нужно будет принимать так а вейк там кстати спауна практически идет за спину а спинку то смотрят вроде а готовы готовы здесь ребята ну как быстро стирать одного хаешка еще очень отличная но вернулся фрид это понимаю он ушел за эту бетоночку и защитился от хаешки летящей летящей походкой заходим мы в бету откидывается граната для лоса который подрывает плана открытие с ковров для ретейка и бомба должна быть установлена прямо сейчас перемещение на кт где находится сейчас вейк фри должен его будет съедать вы их был не готов к этой аркаде но сейчас будет заход еще и через винты где находится пираж правда поэтому парню нет инфы ретейка еще спиной прямо к нему поднимается ретейка вернись дружище все выхожу из тимспика простите ретейк находит свой минус и это 42 но сейчас далеко не в пользу команда вейк за и походу решили выйти а там кабином слава материн может это потеря пакетиков мэйби не повторяй за мной это ты кориде не списывай точь точь ну еще пакетики если потеряли тогда это конечно плохо в таком варианте когда тебя все дергается это гипер неудобно играть я муж конечно другие потери но потеряний по раунду ну как будто бы если так тогда сильно расстраивается потому что типа один раунд отдали так это что такое разбежали на самом деле ну есть такая возможность чтобы не воспользоваться если она вам нужна если вам требуется временно подумать передышать раньше те кто из стариканов здесь старых котлет вот те конечно понимаешь в эти случаи нужно было писать типа тэс палтан или краж в общем придумать изображать актера без оскара вот а тут уже правило позволяет выйти у тебя есть несколько пауз а тут уже позволяют себе выйти игроки командовой экзе на зигу где пытаются найти свой минус но вейк открывает все-таки этот фраг парад правда есть еще и размен 4 в 4 райден параллельно играет подальфу через позиции ланга это достаточно неплохой шанс сейчас для командовой экзе поскольку здесь в опорниках остается один пираж и он вынужден отвлекаться еще на позиции медана всякий случай пираж возвращается под колонны пока что для райдена или по райдену нет абсолютно никакой информации парни здесь играют достаточно тихо на мид смещается ретейк вместе с вейзиком и по-прежнему халпующих звеньев для пиража не имеется но как минимум он постарается выжить максимум из этой ситуации найдя минус уже как минимум один для своего коллектива находит 2 пираж за третьим может быть доберется пираж пытается сопротивляться соперник в упоре вейзик вырубает его все-таки с рб находит минус на пиража открытие под бум сайт но слишком долго он здесь жил и за это надо наказывать минус для коби и есть еще один фраг от рафаэлеона так что это пятый раунд на первой половине для команды а3 и на самом деле достаточно крушительный счет у нас с вами получился но здесь с кайфом с кайфом 52 более чем отличен для атрибутов они же а3 ложкам сейчас можно быть небольшой ретросспективы провести и там записать карандашиком что не получалось но не разбирать уже наверно сейчас потому что но играет смена нужно доигрывать карту идти уже потом метрошку играть про метрошку которую говорилось в самом начале этой битвы что очень приятно начинать вот так но опять же дальнейшую дать и нужно здесь может все поменяться потому что бывало такое уже не раз тысячи раз видели когда плохой счет на первой половине вообще не о чем не говорит и здесь могут ребятки 50 брать хочу тебе это крокодила что что крокодила они я короче не потому что я свернут я сказал кодила вот а я свернул я пока не знаю крокодила а это то я просмотрю что-то разрывает там теннесси что-то ахахахахахаха хочу же дай нам прожить тоже хотим ой-ой-ой что-то сегодня про школу говорили и пошли эти вайбы тоже когда кто не смеется при подкрыть хочу там смеетесь дать не ты смеется вот такие моменты так вейк пытался ворваться с ребятками под аплент но лосс горит но 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 не в мою смену он из 2-го 3-го тоже пошел против 4 но хп там уже не хватило мог бы он как-то захилиться то возможно бы и до конца устоял но нет ну типа за каждого убитого давалось бы хп не знаю сколько там 20 30 но это уже своего рода бампиризм это точно не про поинт-бланк ситуация тем временем рафаэль 1 в 3 нашел минус по вейзику остался 1 в 2 но судя по его хп есть ощущение что ситуация будет достаточно тяжелой берет в руки т-77 есть еще ретейк на заходе под мид хороший хэдшот а вот теперь с фридосом надо будет совладать а может быть сможет или нет но хп очень мало надо попадать по голове пытается развести своего оппонента работа на рб откидывается граната фри сопротивляется до последнего заход на бомб сайт ай-яй-яй-яй-яй было близко прицел прям перекрестие рб ну практически на голове фридоса но нет в любом случае это на и страйк хорошо постарался мог перевернуть никто не спорит рафаэль квадрокилл вот команда чуть-чуть бы ну помогли ну юма ну там и у вас очень хорош здесь по обе стороны вообще ребятки да отлично ты играл по видишь шляпу не спорит рафаэль пошел мстить за друзей смог забрать он лишь только фридосика здесь и все три в пыре куда дальше пойдут рассредоточились здесь и на меду и на альфе на по эти по игроку коби минус полосу и бежит сейчас помогать своему другу на бэм вот пока ждет или что общается да пойдем под агрит ну пойдем в язык не согласен да этим более он весь этот движ заметил и сказал друзьям но ритейк контроль он уже прошел в фонтанчике поэтому известно что это не бета скорее всего под аплент идут и райден вот сейчас уже в сайт лавейкой информация подтвердилась ритейк так и нашел отходящего плана там что-то куда-то еще спинк смотрел я про планы говорю вот ритек его положил на лопатки ok вейк 1 2 соперники каленые хп примерно одинаково плюс-минус ну да вообще одинаково считай там полрубая разница ну смотрим смотрим как вейк сыграет бомбу то поставил и есть ощущение что ладно я молчу а то потом ребята мне скажут зачем ты палишь вот это вот делаешь заметил я некоторую особенность в работе наших команд сейчас смотрим вейк скрывается пока что под домом заход на бомб сайт потеряли здесь немного контроль для себя райден погибает следующим же моментом ритейк выходит на перестрелку его и клепит ему хэдшот принося команде раунд ай-яй-яй ну получается смотри вторая половина началась и у нас уже второй достаточно сложный раунд для наших команд только в этот раз он увенчался победой клатча команды а3 клатч мейстер урисовывается потихой а как потихой уже 3 матч на сегодня закрывающий вот ну и игроки радуют радует своей игрой thanks куда пойдут там фриц веслом до ждет типа вот так немножко палец она совсем тяжело так тоже заметить если вейк вообще поднимется конечно на тот бортик чтобы заметить это дуло лосс до размер на погибшего на погибшего тиммейта никогда пойдут минут уже позади лосс давит но здесь никого не найдет и это кстати будет хорошая информация для тиммейта потому что можно бросать альфу идти спокойно под бету утро скидули пошли ввозе контакт с цикам еще это понимание склады и смоки дарит но тут уже поставил прицел если что был готов на 3 тонн тиммейта нужно теперь уже и плен смотреть полностью фрид открыл прицел вот у него уже смоки мешают ну хотя вот вообще не торопится здесь а3 и смоки рассеиваться поэтому как бы фриду здесь и не страшно так близко смотрите к рафаэль вот вот чуть-чуть вот вот так вот нос вперед высунуть и вот он не ватшот он ему куда попал он куда-то в шею и 62 хп осталось ля чё делается опасный момент сейчас для командовой экзе они рискуют потерять для себя целый бомб сайт поскольку там один опорник это вэйзи который пытался сопротивляться до победного не получается пираж закрывает своего оппонента вслед за потерей собственного тиммейта заход в дом не замечает фрид здесь вейка который быстро съедает своего соперника оставляя лоса одного против троих бомба установлена лосс успевает открыться префом на плана но план и так было рейлины и там просто пуля рядом могла пролететь и на этом все закончилось бы вейк отвлекает сейчас на себя внимание лоса но там еще и заход с ковров от пирожа который вылетает все-таки префом на позиции бомб сайда он понимал то что лос там занимается деактивации бомбы вот этими вот шальными моментами и это уже маппоинт для команды а3 заберут ли они сейчас с вами мы и узнаем вейк играет на разбежечки здесь но как бежал так и остановился визит против него щас будет стреляться конечно от него полетела веку нужно уворачиваться кихочка не долетела хоть и пик-пук-пук у и фрид нашел голову сейчас плана открылся на аркаде зиге не тиммей у него снизу сидит а слышу что рядом открытие пошло соперник был на свапе этим воспользовался ретейк открылся хп сколько-то потратил соперник стрейфанулся но или тейк да и и не поменял позицию для себя стал вверх зиге и что вообще уйти здесь решили походу здесь ложки под закрыться играть типа саевого здесь нет в принципе здесь ок потому что соперников уже сильно меньше стал то есть уже не 5 3 представьте себе вык слышит цель горитмы я пошел все нырнул забрал хату нет не забрал заметил фрид а там вдруг у белого ну приветик и вот уже поравнялись пришел игрока можно проходить плант и вроде бы как ставить но вот сейчас уж точно можно ретейка забрали лосс тоже минус ради на последний нужно тащить но там видишь уже вейк его немного напугал так скажем своим присутствием в принципе на позициях кт спавна но вейк моментально меняет для себя эту локацию понимает то что дальнейшая перестрелка для него может быть более печальный бомба была установлена райден потихоньку сокращает свою дистанцию но я думаю что он догадывается куда уходит его оппонент перемещение под ковры скорее всего ну и в дальнейшем обход либо здесь игра так сказать на тоненького райден проверяет на всякий случай еще позиции крыши выходит прочекать что там под дигой происходит но встречает за коробками вейка который лепит ему хэдшот и собственно говоря ставит точку на первой карте этого противостояния как мы ранее обсуждали обсуждался мопул следующая карта будет карты метро где за оборону стартуют ребятки из команды а3 и было так сказать ранее озвучено илюшкой что было бы им неплохо конечно забирать прованс в первую очередь для себя потому что есть ощущение что старт метро будет достаточно тяжелым но я с этим вполне себе согласен то что сейчас потеря прованса создает достаточно высокий уровень риска вообще в принципе на возможность вывести хотя бы в ничью ситуацию сложившуюся в данном матчапе и как сейчас будут действовать игроки командовой экзе остается для нас лишь большой загадкой атрибуции продемонстрировали очень высокий уровень готовности играть против крепких своих оппонентов но собственно атрибуции я думаю привыкли они же команда 3 привыкли играть против команды а у xz еще в предыдущих сезонах но здесь ростер команды арт of execution все-таки изменился и в связи с этим не думаю что кардинально но все же изменился плейстайл поменялись звенья поменялись какие-то сцепки да с которыми они раньше могли взаимодействовать сейчас нарабатываются новые времени было ну не то чтобы прям супер вау как много на то чтобы поработать в новых звеньях но все равно было в запасе да возможно не все сейчас работает и объективно на карте прованса мы увидели с вами в принципе доминацию команды а3 и сейчас нам остается только гадать что здесь заготовили на метро игроки командовой экзе поскольку это был именно их пик и ну я уже это говорил и еще раз повторюсь что когда ты пикаешь карту то скорее всего то в этой карте наиболее уверен у тебя больше всего здесь точнее выше уровень подготовки чем на всех остальных ожидания по крайней мере от того как сам сыграешь ну да да уверенность в этом больше но в целом здесь можно мужик конечно который раз это делали но такие типа итоги дистанции на которой мы сейчас находимся метро немножко изменено там иваныч ездит теперь практически как хочет вот и поэтому такое ощущение что на метро чуть уже под подбавило по силе а так тоже не так страшно стало но все равно кажется что все еще в сторону обороны но уже лучше ну что не такая дисбалансная карта из-за этого посмотрим поглядим пока ребятки общаются не знали может лос отошел опять же мало ли там что зазвенело так скажем надо было отойти быстро быстро рискать мы пока ждем тут просили дать муд за баллы но такой функции нет однажды кстати предлагали чтобы ввести у нас же можно купить девайсы конечно более благоразумно потратить свои баллы купив за эти баллы ребята баллы канал здесь не за деньги за баллы которые вы можете получить при просмотре заставки получить еще там twitch выдает в качестве сундучочка вот плюс 50 короче за них вы можете донат купить а так было предложение этот сделать имен который можно было использовать на каком-нибудь из зрителей и зрителей вот и дать ему вот не заметно 5 на 10 на некоторых каналах да как раз на 10 и там человек приходит который не знаю что он пишет допустим ну зрителям другим не нравится в чатике и они просто могут его шлепнуть забыл звучит вроде бы неплохо но да опять же более благоразумно просто себе лучше донат взять нежели кого-то шепнуть хотя в некоторые случаи для кого-то может быть и но и будет хотя здесь уже файт разворачивается на карте где плану удается найти минус по вэзику и достаточно открытый выход был для команды ауэкзе на позиции икса никто не пытался из команды а3 сопротивляться на этой локации парни получили для себя информацию и просто отыграли в дистанции есть даблкил для пиража и еще один минус для вейка так что остается один ретейк против четверых соперников рафаэль не пропускает его дальше икса как только проезжает иваныч ретейк подловили в моменте и это первый же раунд будучи в обороне на карте метро для команды а3 поехали обе с другом бежит по синему верху у кого весло а у коби смотрим будет ловить но там никто не спринят в язык народа последнего сидит на по 2 через семерку выходит ребятки через пуск здесь огибать оборону рафаэль забирать сейчас минус по лосс тоже есть никуда но нужно какие-то ответки в язык вынырнул из p2 и был на полторашке стоял какой-то фраг тоже хотел дать но не вышло и тейк последнего кладут это быстрый 20 но еще кажется да не закончили стратежки опять же метро взбирался не просто так не просто хотелось там покататься там на иваныч а вот ну какие-то заготовки были поэтому ждем чем мощная мощная но пока из плохих новостей у ваших только вообще ретейк убил пример 2 добавить бы что из критических новостей потому что сейчас без фрагов как бы это очевидно не звучало адмирал ясен красен я здесь без фрагов здесь уже ничего не придумают для себя ребятки из командовой экзем но пока действительно убивает только ретейк лосу удалось добраться до плана но опять же это капля в море на данный момент поскольку пираж играет на размене есть еще один контакт для коби с эльки лос погибает райден разменивается и есть информация по снайперу здесь может нажимать райден хаешки еще остаются в запасе все идеально складывается для максима и он все-таки подрывает своего соперника принося своей команде раунд номер один но этот я полагаю что достаточно важный я бы сказал волевой раунд для команды айкзе поскольку начинать эту карту со счета 3 0 но есть ощущение что это сразу же уже знаешь копнуть яму себе еще глубже ну не копайте ребят яму тебе и не смотрите на сварку так опять же очень важный нужный совет ребят без них я не знаю чтобы вы здесь делали так смотрим пираж у него тут возможно ожидается пир так говорить но соперники рассредоточились уже как рассредоточились повод ленту сейчас работает выйти нашел фраг по кобе закрыл кемпу это из приятных новостей по сути ритейк куда пойдет ага фрид жатва его ночь выходи его дарова машнут вам всем рукой ребятки драта те кто только подключился 3 в 4 вроде неплохо пробежали под мороз а дальше дела пошли не очень ритейк последний подарок открывается там заметил рафаэль и сейчас да должен открываться будет еще план сбоку но он не успел тиммейт сам разобрался раунд для обороны 3 1 скиньте сетку пожалуйста так да не сложно но но ты пока скидываешь а у нас тем временем начало миссии и собственно говоря ребятки из командовой экзе направляются под семерку где всей своей честной компании попытаются ворваться на пчелу но у них это не получается команда 3 просто раскидывает по разным углам этой карты своего соперника и приносит себе четвертый раунд на первой половине карты метро едем дальше команда артов экзекьюшен не может найти пока что свой ключ игры они пытаются работать именно толпой врываться на какие-то локации пытаться брать именно численностью эти точки но как показывает практика команда 3 к этому готова для вейзика есть минус на пирожа попытка прохода далее на пчелу вейк на размене лосс тут как тут план пытается еще препятствовать своему сопернику но не все получается в этом раунде для команды а3 идет установка бомбы под пчелой минус для вейка и коби конечно гранат райдена настигает все-таки кабянского но вейк остается один на один против ритейка попытка еще проехать на пчеле здесь пытается прятаться вейк но он прекрасно понимает то что его заметили у него остается еще хаешка в запасе ритейк уходит под краской скорее всего сейчас для него это будет более выгодной локацией 43 против 16 процентов здоровья и вейк не догадывается о том что соперник уже под иксом бомба тикает и тикает достаточно уже опасно я бы сказал под красным где-то таймером надо вейк еще срочно с этим что-то сделать но он не может понять где находится его соперник так что для ритейка это будет победный но ритейк тут за десятерых пытается работать и тащит и пи 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 пуп 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 24 у коби тут соперники все перепрыгиваются по два там визик а все и тут коби работа над ошибкой а ну как не то что даже ошибка не назвать это просто берег ну иначе ходит но теперь он туда и не пошел но тиммейт работа не знаю как они еще просто всех переезжают этот иваныч этот иваныч здорово горит твоя чё делается 25 как и на предыдущей мапе но посмотрим вот вообще на метро это прям совсем не показатель и все может резко поменяться так какие стороны на счетики поле об на на иной на на иной на иной них наливайте пошла поплавание большая такая ну это в любом случае спасение для команды ауэкзе еще может быть на этой карте а конечно 52 первой половины ну не то чтобы стоит о чем-то заикаться что прям вау но объективно эта карта которая имеет достаточно крепкое преимущество для позиции обороны и смогут ли тройку здесь набрать для себя а3 и смогут ли они хотя бы не знаю до допов довести это мы еще тоже с вами посмотрим конечно проблемы с исполнением которые возникли на первой половине они заставляют немного задуматься о том что все так как то есть как будто бы преимущество именно по индивидуальному исполнению достаточно крепкая для команды а3 парни проходят свободно через икс засмочили здесь для себя пути иваныч аккуратно аккуратно там три игрока нет там лосс просто очень опасно так стоял прямо к краю путей его могли спокойно здесь переехать иваныч в принципе никого не щадит не было еще ни одного игрока который пережил бы иваныча правильно правильно укрепляется сейчас полноценно позиция альфы но там уже есть информация по игрокам команды а3 они просто приходят в ловушку и ретейк их здесь расстреливает вместе с вейзиком минус 3 игрока за пару секунд и есть ощущение что исполнение конкретно в этом раунде немного подвело команду а3 заходит на пчелу возможен контакт против вейзика да окей план находит свой минус но это 2 в 4 еще пираж может быть найдет там под иксом своего оппонента но как раз таки иваныч спасает райдена и отгоняет пирожа немного дальше пираж минус на лосса бомба была установлена заход будет для ретейка он видел своего соперника очень опасный момент откидывается граната план подрывает ретейка но райден перед этим закрывает пирожа и у плана очень мало здоровья за спиной где-то находится райден надо разрываться здесь среди двух позиций и выходит прямо под локацию фрида есть минус и третий раунд для командовой экзем на даме этот иваныч такой голкипер и видит пули или типа роста и ловит не ловит всех тех кто попадается здесь так 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 разбивается окна на нуле она пойдет на спуск на спуск идут а3 на внешку на внутреннюю сейчас узнаем это кстати иваныч он может помочь решение и едешь нет и не он мне уже кажется но все приехали но просто казалось как будто бы его его вот этот звук встречающий проиграл так не подходит все ближе причем очень близко. Здесь отпустили практически аплент. И, кстати, встали, как это было в предыдущем раунде. Я вот даже не знаю. Ретейк в предыдущем здесь два фрага дал. Это должно быть, ну, хорошим уроком. Типа надо прокинуть пульты. Или как-то сыграть иначе. Вот. Поэтому ретейка здесь. Ну, можно оставаться. Здесь никто не говорит, что, типа, не, сюда не вставай. Не ходи, типа, как это, знаете, в частной территории. Типа, не ходи, злая собака. Но объективно сейчас ситуация была похожа, конечно, на предыдущий раунд. Но здесь парни решили развернуться и выйти. Но отход с Мороза определенно стал для них достаточно опасной ситуацией. Есть еще пару минусов. Это, собственно говоря, Коби вместе с Пирожом. План на размене. Парни потихоньку проходят под пчелу, где, возможно, будет установка бомбы. Но Лос не щадит своего соперника. План погибает. Вслед за ним отправляется еще и Рафаэль, оставляя Вейка одного против четверых соперников. Но там тоже его секунды были сочтены. Так что это второй раунд для команды АОХЗ. И пока из той расстановки, которую мы с вами видим, и из той тенденции, которую здесь сохранили для себя игроки команды АОХЗ, я бы сказал, что парни держатся достаточно крепко. Они полностью бросают игру там С-вагона, не играют под А-вагоном, он им в принципе не нужен. Не пытаются сражаться за Икс, за Мороз. Да без разницы. Заходите, что хотите, то и делайте. За внешку как такового файта нет. Парни просто стоят в дальней дистанции, мониторят позиции А-планта, где в частности есть еще и пульты, которые помогают, точнее камеры, которые помогают следить за ситуацией на карте. И все. Третий раунд разыгрывают немного иначе, запуская Вейзика просто под палатки. И здесь он свободно себя чувствует, находит минуса, наводит суеты. Три в два остается ситуация, и Коби здесь, я полагаю, что будет основным исполнителем. 120% здоровья против Рыдового плана, конечно, но плана закрывают в моменте. Кобянский остался один и три соперника. Че-то надо придумывать, только что вот сейчас, я думаю, что команда А-3 выйдет обсудить, поскольку там пару игроков покидает игру. Скорее всего, это тактическая пауза. Ну да, без нее тут никак, потому что 0-3 очень неприятно. Да, А-3. Так. Ну, даже не знаю, что тут здесь всем придумывать. Выходить по семерке, может быть. Кстати, это всегда стратежка, которую я озвучу, потому что в целом ее вообще мало команд играют. Как-то через железку, через вот это колено пробежать и выйти на синий верх, сыграть 2-2-8 стратежку. Ну, кстати, этот таймер, если у Ивана что-то другое уже по-своему катается, то, значит, на него рассчитывать дело такое. Ну, в целом, даже так, все равно, на бету выныривать через семерку, через маки, кажется, ок. Ну, не только, вот знаете, прям вот бежать в открытую, потому что с нуля, скорее всего, соперник будет смотреть, и даже если не будет видеть, он будет просто стрелять, поэтому через колено нужно даже обязательно проходить, я бы сказал. Иначе опять же могут встретить. Что со звуками стало? Да кто поймет, это при том только в режиме наблюдателя, ребятки. Вот типа вот сейчас я, видите, ну, мышку вы прям не видите, но я моргаю кнопочками, мышка у меня здесь, и вот на правый взгляд переводится, тут наблюдатель, галочка стоит. Это вот только у нас, короче, такая темка. У игроков такого нет. И слава богу, наверное. Относительно мы можем потерпеть, но да. Мы еще передали, поэтому там что-то делают, крутят, вертят. Надеюсь, это скоро придет к нам. Исправление. И мы с вами сможем вернуть звук обратно, и не будем слышать пипи-пуп. Так. Угу. Тут вижу, ребятки, забыл и общаются. Ну, как приходят, да, сюда, разрешите назвать стариканы, вот, очень с приятной точки зрения, говорю, что вот, что те, кто когда-то играл, и вот пришел сюда. Вот, и с такими вроде как можно, да, посидеть, ну, словно, как на кухне сидишь, вот это вот, вечерние посиделочки, не поболтать. Так, вернулся игрок. Ребятки, здесь уже, да, могли что угодно обсудить, и посмотрим, что они решили. Что, подумали, все вылетели, да? Мы тут. Я просто, вот этот небольшая, типа, подвисшая картинка, и я еще тут еще помолчал с тобой, так как мы... А если мы все это время продолжали молчать, все бы реально забоялись. Это просто записываю кодики, сбрасываю пока ребятам. Я надеюсь, not crush me. Ага, надеюсь, HD. На краш, надеюсь, и да сам не плашаем. В смысле, на краш не на 10, и сам. Ну, короче, ты понял. Короче, я понял то, что ты меня крашенула, вот что. А мы пока смотрим. У нас-то все есть. Хотя я зря сейчас, наверное, сказал. Ребятки идут под спуск. Сейчас будет входить внутреннюю. Оборона ничего не поменяла. Они как и стояли, так и стоят. Альфу дают заходить внутрь. Дальше вот посмотрим. Смотрим опять же за ретейком. Он за пультами. Как будут против него работать? Потому что опять же, он тогда очень много делов наделал. Лос теряет свое здоровье. Отошел. Сейчас будет, походу, продолжать стреляться с путями. Кимпа, слышим. Рид стреляет здесь. Пока цели свои не нашел. Ну, то есть не добрался до нее. Ладно, ходит голову в Эзик сейчас. Рид переместился на бету. Видел пятки плана. Ай-яй. План что-то решил, не знаю, на контуре сыграть. Что очень помогло здесь Фридосику. И он просто его слопал. И вот, против ретейка. Ага, вот. Вот так должно быть тогда. Но кто же знал. И вот его просто закидали. Я не знаю, зачем ретейк вставал сюда опять. Ну, вроде бы ок. А вроде бы и нет. Ты же вставал сюда. Ну, тиммейты есть. Тиммейты вроде что-то решают. Вейк, остался один. Дуала тут есть? Нету? Вот можно вроде и здесь поднять. Но опасно, знаете. Секунды, когда у вас тут файты длятся. Перебирать девайски, которые еще могут не взяться. Я не знаю. Очень страшно. Есть ли хае вопрос? Хоть что-нибудь. Даже смоки, может быть. То это вероятно помогло. Есть хаешка. Пошла. Фрид открывается. Вейк танцует. Теряет свое здоровье. Подбирается ближе. Аошки. И должны, наверное, здесь расстрелять. Да. Есть. Это 5-6. Там у Райдена просто так смачно слетела маска. Я аж дрогнул в этот момент. Она потому что полетела мне прямо в камеру. Я такой, куда ты? Но это 4-0 в исполнении команды ОХЗ. И здесь парни оборону просто вгрызлись в свои позиции. Никто никуда не отпускает. Да, атрибуции, конечно, стали привыкать уже к каким-то моментам, к каким-то расстановкам игроков команды ОХЗ. Но, тем не менее, хорошо. Привыкли, так привыкли. Давайте мы в открытую сыграем, говорят ребята из команды ОХЗ. И продолжается перестрелка. Минус есть для Рафаэля. Но тут же разменивается ретейк на вышеупомянутого Рафаэля. Райден открывается на пиража. Очередной минус. Коби пытается спуститься под Икс. Но здесь его выжидает уже лосс. Так что Коби... Нет, он успевает выскочить в спину. Ретейку здесь будет очень тяжело выживать. Коби. Коби в перестрелке проигрывает все-таки этот файт против Ретейка. Лосс подключается к игре на Иксе. Откидывает гранату под спуск. Есть информация по Вейку. План еще пытается на семерке что-то придумать. Но есть ощущение, что пора перегруппироваться. Потрепали они, конечно, изрядно своего соперника. Но их еще четверо на карте. И здесь никто не гарантирует, что даже при учете того, что они рейлиные, вам удастся их достаточно просто перестрелять. У Ретейка 12% здоровья. Наверное, будет самым вкусненьким моментом здесь для команды АО Иксе. Но для Вейзика это минус на планы. Открытие Вейка. Попытка прохода через Икс. Но нет и еще раз нет. Ретейк сэйвит своего тиммейта. Выигрывая 5-0. Команда АО Иксе закрывает вторую половину. И закрывает карту метро в свой актив. Это 1-1 по картам. И ничья в данном матчапе. Вау. Было неплохо. Определенно. Но что касается карты Прованс. Здесь, я думаю, команда АО Иксе сами все прекрасно понимает. Да, возможно, не лучшая карта в мапуле для них. Но, тем не менее, никто не запрещает над ней работать и исправлять свои ошибки. Почему нет? Что касается карты метро. Может быть, и начинали немного не с лучшей ноты для себя в плане атаки. Но 5-2 они сделали все-таки. И тот же хотя бы результат команда А3 повторить уже не смогли. Это 5-0 на второй половине. Очень уверенная оборона. С новыми некоторыми расстановками. Что-то для себя придумали. Какие-то позиции укрепили. Некоторые отдали. Чем-то пришлось пожертвовать. Но, тем не менее, как показала практика, эта стратежка достаточно эффективна. Поэтому команде АО Иксе за это можно дать отдельный лайк. Но это 1-1. И здесь 100%, что можно сказать. Оба эти коллектива показали нам достаточно красивый и вкусный поинт-бланк. Да, матч, поинт-бланк. Здесь называйте, как вы хотите. Скажем так, вишенка на торте сегодняшнего игрового вечера. Но мы будем прощаться. Завтра услышимся с вами на продолжении второй групповой стадии. Поэтому, если вы еще не прожали кнопочку отслеживать, то обязательно сделайте это прямо здесь и прямо сейчас. А мы будем прощаться с вами. У микрофона для вас Максим Чеев-Терентьев, Илья Стивихайдаров. Всем пока. До завтра в 7. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok